Приветствую всех дорогие друзья, с вами Ромулус и мы готовим новую армию на север для войны с орками тем временем, когда первая наша армия, специально сформированная против этого противника, уже громит его по всем направлениям. Так, по ходу орков здесь есть еще одна база, Амон Сул или Амон Соул, не помню точно как называется, но в общем что-то подобное уже есть. Так, а враги собрали тут небольшую рать. Так, через три хода будет возможность построить лучников и хорошо. Ну что ж, едем дальше. С тылой холмы в ближайший момент тоже должны пристать полноценным селением. У меня еще достаточно времени завалить ни одного снежного тролля. Чего бы мне хотелось, так это то, что большая гномья армия подошла к нам навстречу и мы сумели победить. Так, где у нас тут Альфрид? Да нет, это долго. Ладно, пусть сидит в своем замке. Итак, в Олберге я построил много чего, теперь амбар добавлю и в Южной Тарабаде я дострою птицеферму. Так, последние силы я собираю здесь. Да, жаль только лучников мало. Лучники очень даже пригодились бы сейчас. О, всадники Рохана. Вот это уже совсем другой разговор. Так. Ну да, значительно сильнее и больше, да. В каждом отряде. Так, что у нас здесь по юнитам? Да, хотелось бы, конечно, подождать, подсобирать бы еще немного сил для армии, но все-таки это слишком долго. Нет возможности пока ожидать такое количество времени. Вот-вот предстоит новая военная кампания. Так, что это у нас интересно? Ну что ж, предстоит достаточно непростая битва. Опять-таки с нежными троллями придется сражаться, но если повезет, опять-таки если повезет, то я смогу захватить это селение. Обычные, не снежные, так что, ну, надеюсь, что получится на расстоянии перебить опять-таки часть этих троллей. Несчастные существа. Никто их не любят, все их стараются убить. Они просто-напросто хотели бы хорошо жить. Так, ну и полководцев я соберу где-нибудь пониже. Ну что, тролли зайдут с этой стороны. Поэтому будем их ожидать. Так, мои лучники как-то ни разу еще не выстрелили. Интересно, почему. Да, долго не решались противники нападать. Так, блин, 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 блин. Что ж такое? Блин, эти тролли сейчас на меня нападут. Несчастные создания. Так, блин. Надо постараться как-то перехватить этих созданий. Мне сейчас наделают бед. Ну что, с троллями должно получиться. Все-таки противник серьезный. Так, блин. Тролли быстро завершают свой жизненный путь на этих высотах. Пока их 6, но пусть они немного мои конницы перебьют. Да, вот молодцы тролли. Честно говоря, по тактическим маневрам один из лучших юнитов в этой игре. Так, ну что ж, тролли как-то должны погибнуть что ли. Так, кажется последние два тролля у меня остались. Да, но потери у меня опять-таки огромнейшие просто. Так, последний тролль остался. Блин, что за невезение. Так, ну я постараюсь как-то уменьшить мои потери, но они, честно говоря, колоссальные. Хотя бы с троллями я разделался. Это и так большое достижение. Так, что касается моих пеших сил, вообще запасы этих юнитов практически у меня заканчиваются. Да, дорого стоит победа над каждым таким отрядом троллей. Ну что ж, попробуем наши силы еще раз. Так, хорошо. Не буду я на бегущих сосредотачиваться. С противниками еще бороться и бороться. Блин, 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 блин. Ну что ж вы стреляете, идиоты. Ай. Нельзя бить по своим. Так, пока что мои лучники справляются. Я думаю, не придется мне больше терять пехоту. Так, теперь побольше бы этих юнитов положить. Так, что у меня там с оставшимися юнитами? Так. Блин, опять-таки по своим. Ну, что ж за интеллект такой компьютерный. Ну вообще. Совсем не жалко своих. Странно, что у нас есть большие отряды у противников, но стреляют почему-то по самым незначительным из них. Так, хорошо. Ну вот и все. 13% войска, правда, потерял. Ну, может, оно того и стоит. Все-таки захвачу сейчас селение. Да, главные мои полководцы уже, наверное, в старческом возрасте. Но, тем не менее, они нам проложили, по сути, дорогу по орчьим землям. Я не могу сказать, что Мордор это не орчья фракция. Очень даже морчья. Но просто в этой орчьей фракции присутствуют также темные нуменорцы, тролли. Хотя тролли и орков присутствуют. Как-то нельзя разделить эти фракции. Все-таки орки являются основной боевой силой зла в текущей эпохе. Если посмотреть, были и драконы. Орки дожили до текущего момента. И, в первую очередь, эльфы и люди боролись на протяжении всех этих эпох с этим злом. Ну что ж, очень даже хорошо. Еще одно достижение у нас есть. А вот что касается врага, честно говоря, я еще не знаю. Так, тут у противника есть небольшой отряд. Надеюсь, его не понесет в нашу сторону. Так, здесь у нас через два хода только следующая покупка. Ну что, с юга потихоньку у нас армия тоже будет собираться. На следующий ход уже буду выступать. Так, Адолгулдур так и не подвергся ни разу осаде. Ладно, тем не менее, все у нас замечательно. End of Bro тоже будет развиваться. Благодаря нашей политике низких налогов, то, в принципе, все линия быстро разрастаются. Противник не может похвастаться. Или даже наши союзники таким успехом поставят высокую налоговую ставку, медленно расширяются и при этом, ну, сложно, очень сложно. Государь, северные орки потеряли свою столицу. Будущее покажет, каким последствиям это может привести. Ну, не к самым лучшим, конечно же. Так, вторжение. Восточный Азгилиад. Плохо. Ряду наших союзников, конечно, могут поредить. Ну, ладно, пусть, даже если они захватят восточный, западный Азгилиад, я потом помогу отбить нашим союзникам эти регионы. Вот сейчас бы главное расправиться с нашими противниками. Так, пусть вражеская войска пройдет куда-нибудь. Ну, что, даже обзор сумели сделать за один ход, что очень-таки хорошо. Гондор, Мордор опять помирились. Ну, что за гадость такая? Они мирятся, то ссорятся через ход. Так, здесь крепость тоже, в принципе, может разрастись. Так, и здесь тоже. Ладно, что касается моря, то здесь у нас армия уже готова. Наверное, я возьму всех, кроме конницы. Бесполезно. Да, и по пути можно благополучно собрать оставшиеся отряды военные. Да, хотя бы небольшая армия, но у нас будет в руках. Так, а что у нас по количеству селений? Примерно 12 селений нам остается для захвата. И набора необходимого количества. Мне очень нравится, что Ириадор и Гномы воюют. Очень нравится. Потому что не всегда так происходит. Иногда даже Гномов выбивают и уничтожают. Мне, наверное, сначала надо летаж захватить, а потом идти на северное селение. Или наоборот, кто его там знает. Так, доклад строительства есть. Давайте поля. Поселение Гоблинов построено, наверное, на постоялый двор. С тыл и холмах, наверное, нужно строить, в первую очередь, нашу культуру, потом уже ферму. Так, и в Уграме я поставлю склеп. Вот и чудо. Ух ты! Счастье-то какое! Я, наверное, не буду ничего ждать. При таком счастье, надо атаковать противника, если получится разбить его под стенами замка и овладеть Карн Думом. Так, ну тут дворякая ситуация. По мне и противник может ударить по недавно захваченному городу, поэтому будем отталкиваться от ситуации. Если получится, захватим. Не получится, но и фиг с ним. Так, что тут со стороны Мордора? Пока что вроде как не нападают. Да, ну надо бы захватывать их селение. Так, амбар, может быть, где-то можно построить. Вот и хорошо. Все, поехали дальше. Я не могу сказать, что эти орки, как кость в горле, не такие они уж и вредители, не так всем не менее способны временами поволновать нас. В Гундабаде, похоже, будет собираться войско и нападать на нас. Так что, наверное, следующей целью мы станем... Летаж проще было бы захватить сперва. Так, энты идут на помощь. Прекрасно. Поскольку энты идут к нам на помощь, наверное, нападу я на противника. Можно попробовать на Малгалат напасть, собрать ту армию, которая у нас тут находится. В принципе, это очень реалистично даже. Единственное, что не хочется терять свою армию. Ну, если я смогу отодвинуть противника от своих границ, то почему нет? Можно и поторопиться. Так, здесь будет улучшение населения. И здесь на следующий ход тоже. Так, 76, 76. Ну что, хорошая армия. Единственное, что смущает, это два стреляющих отряда. Мало два, надо побольше иметь. Так, и здесь у меня будет переподготовка. Не хочется пока нападать. Ладно, посмотрим, к чему это может привести. Показываем у территории моста. Нет, ну сейчас, если я просто нападу, то у противника появится огромный гарнизон. Мне с кучей лучников тут уже нечего делать. Противник меня с легкостью сможет растоптать. Да, интересно, как бы выйти победителем из этой ситуации завладеть. И налоговую ставку с него снимать. Доход от шахт там большой. Хотя поселение не так и близко находится к нашим рубежам. Вау, шикарно. Так, ну если отряды не двинутся... Блин, идиоты. Ха-ха-ха-ха. На. Откуда они ушли? Сейчас бы захватил это селение 100%. Даже сомнений нет, что смог бы это сделать. Так, ну давайте встанем где-то вот так. Да, совсем не весело. Так, в Генниарде у нас... Будет, наверное, рынок. Так, где еще что? В море. В море как раз очень хорошо дела обстоят. Так, в стылых холмах. Ну, не так хорошо, но тоже, в принципе, терпимо. Что? Вот гады мордов. Захватили все-таки селение. Сейчас мои энты подоспеют. Выбьем мы врага из этого селения. Так, а тем временем моя армия продолжает движение на север. Скоро, очень скоро мы уже сумеем... Добыть себе новых воинов. Да, ну вот никак не хочется мне атаковать эту фраг. Ну просто если у них снежные тролли появятся сейчас, ну просто бесполезно будет эту битву проводить. Очень хочется увидеть врага побежденным. А не победителем. Так, шикарно. Два тролля, ну ебанее. Ай, варги еще. Да, как-то щекочет нервы эта ситуация. Ну ладно, фиг с ними. Давайте попробуем, что за соотношением будет. Один к одному. Ладно, думаю по силам. Да, ну если Карн Дум я завоюю, то походу это войско здесь и останется. Потому что идти дальше уже не с чем будет. Одно из моих селений попытаются захватить противники, но... Так, где бы поудобнее позицию занять. Да, жалко горско солдат осталось у меня. Я не знаю чем с троллями теперь бороться. Конницы разве что. Еще куча варгов у нас. Так, нападу-ка я на троллей. Два тролля, может быть, наша конница сумеет их разбить на полпути. И... Так, ну что ж, хорошо. Хорошо. Так, ну что, у меня большие надежды на этих противников. Так, главное здесь троллей уже как-то добить. Блин, гадостные эти тролли. Пять их осталось. Ну хорошо. Так, четыре тролля. Блин, тяжелая ситуация. Очень тяжелая. Так, троллей пытаюсь добить из последних троллей. Все равно несу потери. Так, а здесь два тролля развлекаются по полной программе с моей армией. Так, все, пора спасать. По одному троллю надо ударить. По одному троллю надо ударить. Теперь на последних силах будем сражаться. Полководцы мои больше не могут участвовать в сражениях. И так все отряды были перебиты. Единственное, что они могут, так это добивать сейчас. Так, ну давайте, давайте гасить этих троллингадов. Так, хорошо. Так, хорошо. Опять-таки, все лучники, все то, на что я рассчитывал долгое время, должны сейчас мне пригодиться. Так, какие-то из противников смогли убежать. Скорее всего, это были варги. Так, друзья. Так, я считаю, что там ее, Garden М Basil. А��는 такая, что варг Seo,! что происходит из этогоkes! Эй, я выглядит не главное. Ай, я! Б旁, ты укрик! Ай! ну вот идите! Ай! Да Битва, можно сказать, еще даже не начиналась Ну, такими перебежками, скорее всего, придется и бить противника Продолжение следует... Так, прекрасно Да, хоть бы кто-то задержал противника Обьюнит уже, наверное, добили бы Остатки этих врагов Давайте попробуем бросить пехоту Фиг с ней, от нее уже пользы нет Так, прекрасно, вражеский генерал, еще к тому же пол Так, прекрасно, один отряд бежит Остальные можно добивать Ну, что, моя конница неплохо справляется с этой функцией Так, еще один вражеский отряд сейчас спадет Продолжение следует... Да, конница пусть там развлекается по полной программе. Так, хорошо, еще один вражеский отряд убегает. Так, ну все, теперь уже все равно, что там противники будут делать. Блин, кого они тут добить не могут. Я вообще поражаюсь искусственному интеллекту иногда, потому что то, что можно было бы сделать за полминуты, он делает в течение получаса. Какой-то жалкий отряд добить. Ладно, фиг с этим отрядом, надо побольше отряда добивать. Да, опять-таки непонятно, освободится ли место в замке или нет, но хотелось бы в это верить. Ай, нет, блин, гады. Так, последний отряд остается. Там уже лучники как-то, конечно, добьют противника. Так, я постараюсь настичь тот отряд, который с того края находится. Ну, давайте, ребята. Надо всех добить. Кто бы знал, что Рохан будет полагаться в первую очередь не на конницу, а на лучников. Чего-то, наверное, не совсем характерно для Рохана. Но, тем не менее, лучники это гроза любой армии. Будь то Рохан, лесные эльфы или армия Цинь-Шухуанди, лучники всегда играли большую роль. Ну, вот и все, наверное. Ну что ж, осталось 11,4 воинов, скорее всего, 2. И мы захватываем текущую крепость. Противник может перехватить, если он, конечно, не подумает отступить. Что маловероятно. Но бывают. Не раз уже такие случаи встречались даже за текущую игру. Так, фиг вам они, бойцы. Так, Карндум. Жемчужина орков. Эх, ладно. Отче-жемчужина тоже нуждается в подкреплениях, поэтому пойду я со своим войском. Блин, неужели взбунтуются, гады. Ладно, посмотрим, что на следующий ход здесь будет твориться. Так, и вторая моя армия потихоньку приближается. Скорее всего, я начну с Фрамсбурга. Здесь у меня есть один отряд лучников. Или не знаю, или с Литаша начать. Здесь отряд стоит. Так, друзья, я буду продолжать. У меня есть три отряда моих. Лучших солдат плюс лучники. Если у противника нет варгов, то, скорее всего, у меня по зубам будет это все. Опять же, глубоко мы продвинулись в сердце наших противников. Буквально-таки два селения остается захватить, и будет Амон Сулка в качестве последнего селения. Захватываем его, и все. Орчья фракция прекращает свое существование. Нет, ну, может быть, там на севере есть небольшая кресть, совсем небольшая, там до 4-5 сотен населения, как правило, бывает. Может быть, там, конечно, остался противник. Ну, Гунда Бат это самая крупная цель. Так, что тут наш враг? Бунт в Кадуме. Ладно. Вот это будет справедливо. Так, шикарно. Здесь ферму построю. Так, расширение поселка у нас есть. Да, все хорошо. Так, это правитель. Эх, ну что, орки имеют право, конечно, пойти на штурм, попробовать взять эти твердыни. Я только не знаю, есть ли у них здесь... Ага. Ну что ж, есть другой вариант, как это можно прокрутить. А, нет, не получится. Я думал, на мост поставить все наши силы. Во-первых, противник не сможет к Арндуму подойти сразу. Во-вторых, в случае чего, на мосту мы бы смогли их разбить. Ну ладно. Опять-таки, это все мелочи жизни. Моя армия потихоньку движется, несмотря ни на какие трудности. Так, через несколько ходов я уже буду готов. К этой войне. Так, а что там мои энты? Вот оно даже как. Ну все, попробую этим войском пробить брешь среди моих противников. Может быть, мне улыбнется удача, и все-таки получится захватить что-то. В любом случае, хотелось бы Милгалат захватить. Здесь население, правда, незначительно. Не знаю, имеет ли смысл это поселение впоследствии удерживать. И попытаться закрепиться на воротах. Пока у нас есть большая армия. К этому у нас есть все предпосылки. Единственное, что это надо снова наращивать здесь войско. И ждать, ждать, и еще раз ждать. Ладно, едем. Ух ты, Дэйл решил проявить инициативу. Нет. Походу, Дэйл пытался подкупить нас. Ух ты, е-мое, гномы собрали. Ну что, может, Гундабад мне и не достанется. Как бы я этого не желал. Сколько мне на него идти? Ладно, в любом случае, я пойду на Гундабад, но только через Литаш. Так, а где моя армия? Нифига себе! Целая армия исчезла. Еще таких багов... А, нет. Я гоню. Да, я уж плохо на армию подумал. Целая армия, конечно, может исчезнуть, но это, конечно, фокус не для этой игры. Так, все, я ждать не буду. Здесь армия будет новая собрана сейчас. Мне потребуется парочка новых полководцев. Так, а что противник? Да, в принципе, можно попытаться его добить. Так, кто у нас тут самый слабый? Хорошо. Вполне возможно, после этой битвы у меня появится даже полководец. Ну что ж, попытаем счастье. Как вы видите, буквально-таки пойти одной армии, захватить полстраны, но это просто неуважение к противнику с его стороны, поскольку у него такие полчища, а у нас, по сути, и воевать-то нечем. И то как-то получается. Ну все, ожидаю полки нашего недруга. Что-то я не понял, почему-то противник не хочет нас атаковать. Ну ладно, будем первым атаковать. Эх. Где там враг? Так, кажется, он сейчас зашевелится. Или я медленно его перебью. Так, хорошо. Наконец-то противник решил проснуться, пойти в нападение. По пути я, конечно же, буду стараться максимально нанести вреда нашему врагу. Да, роханцы могут себя прям эльфами почувствовать после таких сражений. Обычно эльфам приписывают великолепное мастерство владения лугом, а тут мы, простые роханцы, говорится, простые смертные, все можем. И все можем. Вдох. Вдох. fot. Вдох. Борь. Выдая. Ибью. Вдох. Ибью. Вдох. Нascлимани Radат. Ибью. Вдох. Так, пока что 32% армии победили Все еще только впереди Так, на одну из армий я нападу чем-то Так, ну вот и все Пришел конец еще одному вражескому отряду Один залп и нет его Ну, без потерь полностью не получилось Пришлось потерять кое-кого Для победы Так, прекрасно Наша пехота еще очень даже неплохо воюет На фоне всех этих слабостей Которые у нас есть Ну что ж, друзья, прекрасно 9% своей армии я потерял Но все-таки добился победы Да, какое-то количество противников Может еще убежать, но фиг с ними Основная победа уже была добыта Ну давайте, дайте мне полководца Ну ладно, даже с фигом я могу прожить еще Ладно, друзья, наверное, заканчиваю я на этом У нас достаточно неплохие успехи Был захвачен Грамм Был захвачен Карн Дум На повестке дня остается еще два вражеских города И вполне возможно, что в самом финале Я пойду на Амун Сул И захвачу его Если этого раньше не сделают Эльфы Или Эриадор А с вами был Ромулус Спасибо всем за внимание До скорого